Женевский автосалон всегда славился обилием концептов, но в этот раз число премьер действительно удивило. Помимо традиционных производителей, свое видение будущего показали более скромные бренды. Но тренд у всех остался один. За редким исключением, современные концепты оснащаются исключительно электромоторами. Volkswagen ID Buggy. Современный вариант пляжных Buggy 1960-х имеет электрический привод, огромный клиренс 238 мм и мощные внедорожные покрышки BF Goodrich на 18-дюймовых дисках. В основе архитектура MEP с агрегатом мощностью 204 л.с. и приводом на заднюю ось. Запас хода не превышает 250 км, но динамика достойная – 7,2 секунды до сотни. Внутри два посадочных места, второй ряд – опция, а по умолчанию сзади есть багажный отсек с креплениями для внедорожных скейтбордов. Немцы утверждают, что ID Buggy на 70% готов к серийному производству. Audi Q4 e-tron. Электрический кроссовер Q4 e-tron встанет на конвейер в конце 2020 года, немногим позже стандартного Q4. Пятый по счету электрокар Audi построен на той же платформе MEP, но моторов у него два, суммарной мощностью 302 л.с. Разгон до сотни занимает 6,3 секунды, а запас хода составляет 450 км. При быстрой зарядке пополнить батареи до 80% можно за полчаса. Nissan i-MQ. Концептуальный кроссовер i-MQ – это легкий намек на то, каким будет Nissan Qashqai третьего поколения, но распашные двери, минималистический салон с четырьмя отдельными креслами и технологии отополненной реальности для водителей и пассажиров в серию пойдут едва ли, как и гибридный привод с полутоэлектровым бензиновым мотором-генератором и двумя электромоторами суммарной отдачей 340 л.с. Предполагается, что новый Nissan Qashqai появится в 2020 году. Skoda Vision iV. Электрический компакт-кроссовер для Skoda уже традиция, но в этот раз речь, кажется, действительно идет об электромобиле из будущего, продажи которого начнутся в 2021 году. Vision iV построена на модульной платформе MEP, имеет немалые габариты, длина 4665 мм и стильный облик с ниспадающей линией. Вместо зеркал камеры, а в салоне нет центрального тоннеля. Два электромотора с суммарной мощностью 306 л.с. Запаса батарей хватает на 500 км. GFG Style Kangaroo За малоизвестным именем скрывается творение знаменитого Джорджета Дюрджара, которому принадлежит компания GFG Style. А сам Kangaroo представляет собой микску суперкара и внедорожника, разумеется, электрический. У машины два мотора, суммарная дача 490 л.с., полный привод и адаптивная подвеска, которая меняет клиренс от 140 до 260 мм и жесткость. Разгон до сотни занимает 3,8 секунды, а запас хода 450 км. Seat Ilborn Еще один электрокар на фольксвагеновской архитектуре MEP и похоже, что это плод бэтч инжиниринга. Перед нами Volkswagen ID под маркой Seat, названный Ilborn, в честь фешенебельного района Барселоны и оформлены в своей собственной стилистике. У машины электромотор мощностью 204 л.с. и задний привод. Запас хода составляет 420 км, а до сотни Ilborn разгоняется за 7,5 секунды. Kia Imagine. Внешность корейского концепта рисовали в немецком дизайн-центре, поэтому машина получилась технологичной, но не лишенной восточной плавности линии. Такими утверждают корейцы и будут все последующие зеленые автомобили марки, а сложная графика передней части – это и вовсе намек на дальнейшее развитие фирменного стиля. Imagine – тоже гибрид седана и кроссовера, причем сделаны с юмором. Например, в салоне H21 Display они установлены в качестве пародии на гонку за обилием цифровых поверхностей. Honda e-Prototype. Honda переводит европейский модельный ряд на электротягу и в течение года покажет серийный компактный хэтчбэк. А пока предлагают посмотреть на концепт Honda e-Prototype, который очень напоминает прошлогодний Urban EV. Камеры вместо зеркал, спрятанные в стойках дверные ручки, а вместо решетки радиатора – дисплей для трансляции сообщений. Приборная панель состоит из трех мониторов, то есть всего в салоне 5 экранов. Привод на заднюю ось, запас хода составляет всего 200 км. Seat Minimo. Концептуально электрокар Seat Minimo очень напоминает Renault Twizy и похож на него по характеристикам. Компакт длиной 2,5 метра имеет посадочную формулу 1 плюс 1 и может проехать на одной зарядке не более 100 км. Но Minimo умеет подключаться к сетям 5G и ездить практически самостоятельно, например, чтобы доехать до абонента системы каршеринга. Иные подробности держатся пока в секрете. Купра Форментер. Купе-кроссовер Форментер – это дебютная модель новоявленной марки Купра, отпочковавшейся от бренда Seat, но не утратившей родственных связей. Ряд стилистических решений позаимствован у кросс-купе Seat 20V20 2015 года. Некоторые элементы напоминают флагманский Seat Toraco. Купра Форментер оснастили гибридной установкой с отдачей 250 л.с. и автономным запасом хода до 50 км. Серийная версия появится в 2020 году. Hispano Suiza Maguari HC1 GTC. Претенциозный суперкар возрожденной марки Hispano Suiza обещают выпустить в количестве 300 экземпляров и продавать по цене 2,2 млн евро. У машины легкий карбоновый кузов и невероятная силовая установка из двигателя V10 5.2 от Lamborghini Hurrican, который укомплектовали двумя турбинами и двумя электрическими нагнетателями. В итоге мотор выдает 1085 л.с. и разгоняет машину до сотни за 2,8 секунды. Первые серийные автомобили обещают передать покупателям уже в конце нынешнего года. Citroen Ami One Concept. Сверхкомпактный коробочный Citroen Ami One Concept в Европе можно будет управлять, не имея водительских прав, и это перспективный вариант для молодежного каршеринга. Весит машинка 425 кг, максимальная скорость не превышает 45 км в час, а запас хода составляет около 100 км. На полную зарядку потребуется около 2 часов. Mercedes-Benz EQV. Mercedes-Benz экспериментирует с электроприводами для машин более крупного формата, например, с электрической версией минивэна V-класс. Точнее, это совершенно новый автомобиль, стилизованный под знакомый кузов. Восьмиместный минивэн комплектуется электромотором мощностью 201 л.с. на передней оси и батареи, обеспечивающей более 400 км пробега. Внутри узнаваемый салон и новая медиасистема MBUX с голосовым управлением. Subaru Vizif Adrenaline. Японцы пытаются более радикально изменить стиль своих машин и пробуют силы на концепте Vizif Adrenaline. Новая философия называется Boulder, что в переводе означает более смелый, крепкий, угловатый облик, мощный пластиковый обвес и ультратехнологичная оптика. У концепта большой клиренс, очень аккуратные свесы кузова и брутальная крыша с X-образным рисунком кузовных панелей. Можно предположить, что примерно таким японцы видят будущий Subaru Vizif Adrenaline. Mitsubishi Engelberg Tower. Своё имя кроссовер заимствовал горнолыжного курорта Engelberg в Швейцарии, но делать особую модель для спортсменов японцы не будут. Это скорее демонстрация технологий и стилистики будущих кроссоверов марки. Например, диодных полосок вместо традиционных фар, массивной решетки радиатора и нарочито грубого очерченных боковин. Или гибридной остановки с бензиновым 2,4 литра и двумя электромоторами на передней и задней осях. На электричестве Engelberg Tower способен проехать до 70 км. Aston Martin Lagonda All Terrain. Английский бренд еще не успел представить свой первый кроссовер DBX, а на очереди уже электрический вариант под суббрендом Lagonda. Именно кроссовер All Terrain в 2021 году станет первой серийной моделью марки Lagonda и будет более технологичной альтернативой сверхроскошным внедорожникам Rolls-Royce Coulinan и Bentley Bentayga. Технические характеристики пока хранятся в секрете, но известно, что у машины будет два электродвигателя, а запас хода достигнет 650 км. Peugeot 508 Sport Enginerate Concept. Концептуальный гибридный седан получился столь мощным, что французы обещают ограничить отдачу серийной версии на уровне 350 лошадиных сил, а пока предлагают посмотреть на концепт с 1,6 литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 лошадей в паре со 108-сильным электрическим двигателем, которым помогает установленный на задней оси второй электромотор с отдачей 204 лошадиной силы. Итог 4,3 секунды до сотни и 50 км на электрической тяге. Серийная версия появится в 2020 году. Smart4Race Plus. Немецкий бренд пополнил коллекцию подарков на 20-летний юбилей самой первой модели и к прошлогоднему электрокабриолету 4Ease добавил версию с матерчатой крышей, подходящую для езды в непогоду. Крыша снимается усилиями одного человека, а боковых стекол у автомобиля по-прежнему нет. Кабриолет построен на базе EQ Fortwell Cabrio и оснащается электромотором с отдачей 82 лошадиной силы. Серийное производство модели не планируется.